В доме 109 по Екатерининскому каналу жил Михаил Фокин. Как его называли, легенда Москвы, Петербурга, России. Мейстер, танцор, выдающийся. Екатерининский канал, а ныне канал Грибоедова, это не только место, где проживал легендарный Фокин. Буквально через несколько домов до 1836 года здесь находилась балетная школа. И нередко прохаживался под окнами этой школы Александр Сергеевич Пушкин. Он бывал влюблен в ту или иную воспитанницу. И тогда считалось мерой любви количество проходов под окнами. И вот помнили Пушкина здесь, в испанском плаще, который тут нередко тоже бывал. Вдохновленной легкостью и грациозностью танцовщиц поэт посвящал им стихи и даже поэмы. Истомина у Пушкина появляется в Евгении Онегии. Мы все помним, стоит Истомина, она одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг рывок, и вдруг летит, летит как пух из эола. То станца бьет, то разовьет, и легкой ножкой ножку бьет. В своих произведениях поэт не раз вспоминал ее имя. Авдотья Истомина была одной из лучших балерин школы Дедло. Именно в ней Пушкин видел идеальную представительницу русской школы танца. На театральной площади или на улице Глинки по старому стилю жила артистка. Ну а сам Мариинский театр по-прежнему продолжают называть домом балетмейстера Петипа. Сначала он был избранником, а потом он был изгнанником. В 1903 году его буквально изгоняют из театра, как и было из Дедло. И вот эта уже страница такая грустная в его жизни. Эти и многие другие артисты стали героями книги историка балета Любови Блок, жены поэта Александра Блока. Она настолько профессионально изучила балетную технику, что фрагменты из ее исследования под названием «Классический танец» цитируют до сих пор. Чтобы сегодня повторить то, что было вчера, нужна новая интенсивная работа. Каждый день все сначала, с азов. Если вчера танцовщица мастерски пританцевала балет, сегодня, завтра посидела дома, отдохнула, что всегда так благоприятно для творчества драматической актрисы, послезавтра тот же балет она уже не протанцует. Артистам приходится трудиться постоянно, а вот местом для отдыха и жизни многие из них выбирали английский проспект. Ведь не случайно его называют балетным. Здесь в разное время проживали Галина Уланова, Вацлав Нижинский и даже Анна Павлова. И до сих пор Коломна по-прежнему остается излюбленным местом для танцоров балета. Елизавета Летаевина, Никита Баранов, Life78.